Пелагея, Мария, Солтер в 1959 году санитарка ЦБУ части МВД Н-240 Ивдель. В 1950 году была арестована и осуждена военным трибуналом войск МВД Львовского округа сроком на 5 лет. Направлена в Ивдель-Лак, где и отбывала срок наказания. Была освобождена в 1953 по амнистии, полностью реабилитирована. После освобождения длительное время работала в хирургическом отделении Центральной больницы управления санитаркой, потом медсестрой. В 70-е перешла на работу в санчасть зоны. Последние годы проживала в Санкт-Петербурге. В 1999 при переезде в Питер дала интервью журналистам комсомолки, Черноброву, прямо в поезде. Стала популярной. Юдин делал ей письменный запрос, что она помнит. В 2006-м Солтер ответила ему личным письмом. Муж дополнительно написал от их имени. Самое известное интервью с семьей Солтер осуществил на ВИК в 2008 году. Как вы знаете, мой цикл передач о группе Дятлова посвящен не только восстановлению событий в районе горы Атартен. Но и анализу того, как такое могло случиться, что масса людей длительное время были в столбнике мышления, навязанного инсценировкой и следствием. Мощные уловки, примененные для манипуляции сознанием, я назвал якорями мышления. Это дневники, фото, 41-й квартал, путь на 2-й северный, Дедушка Слава, Ауспея, перевал, палатка на склоне. Уловки помельче, как-то корейка, лабаз, мандолина и тому подобное. Я называл кнехтами на шею. Кнехт – это чугунная железяка на пирсе для швартовки судов. Воспоминания Пелагея Солтер обладают каким-то гипнотическим влиянием на массы, как сами по себе, так и благодаря трудам некоторых блогеров. Поэтому кейс свидетельницы Солтер для меня особенно ценен. Как только я озвучил появление группы Z на 41-м квартале, мне тут же пришел комментарий от зрителя, там на Тартене была еще вторая группа, потому что медсестра Солтер вспоминает, что их было 11, никаких повреждений у них не было, только волосы у девушки обожены, и выглядели они как живые. Итак, имеем три стереотипа, один, их было 11. Два, все целые. Три, все как живые. А значит это некая вторая группа. Не дятловцы. От себя добавлю, вторая группа наверняка состояла из круглых сирот, и даже отдаленных родственников у них не было. Потому что у дятловцев даже племеши-племешей на телевидении уже побывали. А эти пропали, и о них никто никогда не вспомнил. Тогда ладно. Но сейчас. Итак, стереотип первый. Их было 11. Оказывается нет. В зависимости, когда что говорилось. Черноброву в поезде, 11. В письме Юдину 9. А Новик просто напомнил, что ранее было утверждение об 11. Солтер ответила мудро. Раз писала 11, значит их было 11. Мал чего пристал. Умница-разумница. Обычно апологеты другой группы монтрируют, видите, и порядок доставки другой, не такой как у дятловцев. Дискать только количество девушек совпадает в УД, и у Солтер, и все. Да так да, но опять проблема, в письме их привозили по три в три заезда, причем две девушки в первом интервале в пару дней. А вот на Вигу Солтер рассказывает о первом заезде в 6 человек с одной девушкой и через несколько дней еще трое с другой девушкой. Итого 9, а об оставшихся двоих ни слова. Вот такой разнобой. В чем же его причина? Время, память, или влияние других людей? В интервью на Вигу встречаем возможные причины разнобоя по количеству. Сама Пелагея Ивановна говорит, когда на Виг достал ее этим словом «правда», ну, я когда-то писала всю правду. Значит, сейчас не всю, хочется спросить нам. Да, правда, как мы знаем, относительно, а истина абсолютно. А ты, милок, напиши, что я молода и красива, и это тоже будет правда. А вот муж Солтер более категоричен. Прежде чем писать, надо было дать мне на рецензию, она могла запамятовать. Что ж, деликатно намекнул. О травмах, оказывается, все не так однозначно, как пишет мой зритель. Посмотрите, Солтер не уверена. Вот если бы я сразу записала, говорит она. Вместе с тем, она утверждает. Ну. Они все целые были. Ах, Пелагея Ивановна, вы так примохенько сидите, как будто в арморе, рыцарском доспехе и нулкате. Визуальный диссонанс. Если бы. Однако ж, сотни статей об этих словах написано. Ну. Вот. Да. Вы понимаете. Как вы знаете. Объяснять думаю не надо. И тому подобных. Они как маленькие паразиты. Паразиты, потому что выдают лжецов и обманщиков. В единичной частоте встречаемости ничего. Но в интервью несколько раз вы нукаете. Ладно, пропустим мимо ушей. Но далее идет такое. Кроме одного, у которого была голова ранена, трещина в голове. Заметьте абсолютно обывательский термин, не медицинский. Тем более, не операционной медсестры с 54-летним стажем, как вы себя позиционируете в письме к Юдину. Но не это главное, а главное то, что она напоминает нам трещину Слободина. С другой стороны, ваше замечание порождает мысль, что было вскрытие, и вы на нем присутствовали. Но ничего подобного, вы говорите четко, был наружный осмотр. Но самое главное, вас там не было, вас попросили из морга. Какой-то военный сказал. Зачем она нам? Представляю, какой удар по вашему самолюбию. Правая рука Пруткова, которую вызывают по всем важным вопросам и стоп-машина. Вы нам не нужны. А как же трещина? Откуда информация? А Прутков успел сказать после осмотра первой тройки, пока подписку не сложил, и потом все. Так остальные оказались целыми. Как же воскликнет упорный зритель, но ведь Мария Ивановна обмывала их. Муж Солтер, наверное, предвидел такой возглас, потому что написал в своем письме Юдину. Как выглядели тела, мы ответить не сможем. Навика просил также жену Пруткова. Прутков ничего не говорил жене о группе, а значит он давал подписку. Поэтому жена вспоминает лишь слухи тех, кто реально контактировал с телами. А слухи были такими, все удивились, что туристы не сильно были повреждены. Ожидания были, что без головы привезут, с переломанными руками, а все оказалось получше. Лишь травмированные лица, сломанные ребра да побитые руки-ноги. Тем не менее такое описание не соответствует словам Солтер, что все были целенькими. В письме Юдину есть необычное выражение Солтер, лица у них были как у мертвых. Обычно говорят, лица как у живых или лежат как живые. Именно это как живые и вспомнил Краснобродов, майор КГБ, как представил его нам Каратаев. Заметьте, Краснобродов тоже утверждает, что дело вел Каратаев, а он по соседству работал и зашел в морг посмотреть. Так почему же Солтер говорит, что лица были как у мертвых? Возрастное, совсем плохо с памятью, обычно объясняют так. А если нет, какие альтернативы? Я думаю, что вид лиц действительно поразил Солтер каким-то несоответствием. Несоответствием чему? Тому, что было сказано, что дятловцы замерзли. Ведь шум про убийство решили сразу не подымать, даже 6 февраля. Принцип осторожности. А как выглядят лица замерзших Солтер, прекрасно знала по опыту. У них резко суженные зрачки, а тут зрачки на всю радужку. Именно так выглядят обычные мертвые в первые часы после смерти. Но вот странность, возрожденные в первой пятерке такой эффект расширенных зрачков отметил у всех, кроме Зины, и то, по-моему, умолчал лишь потому, что одного глаза у нее, наверное, не было вообще. У четверки из ручья там практически нечего было описывать. Расширенными зрачки после десятка часов от смерти типично остаются после отравления алкоголем с последующим воздействием низкой температуры. Но есть и такой вариант. После воздействия определенных ядов и транквилизаторов. Независимо от температуры. Так как возрожденный написал, что алкоголь и не обнаружено, то скорее всего алкотест сделали в первую очередь. А вот результатов химического теста ВУД ожидаемо нет. Когда Солтер отвечала на вопросы Юдина, ей было 86 лет. В письме она жалуется, что не все помнит. Также и в интервью несколько раз ссылаются на плохую память. Знала бы, что будете спрашивать, то записала бы, говорит Пелагея Ивановна. И это нормальный процесс, с возрастом мы забываем второстепенные моменты жизни, неудачные вообще вытесняем на подкорку, успехи и достижения стараемся периодически вспоминать. Но моменты высшего психического напряжения, жизненно важные или необыкновенные явления, мы запоминаем хорошо и помним их даже при сильном расстройстве памяти. К счастью, у нас есть материальный источник информации, по которому можно судить о физическом состоянии свидетельницы Солтер. Это ее письмо Юдину, рукопись на четырех страницах. Посмотрите на первую страницу и сравните с твердой рукой мужа. Казалось бы ничего особенно в почерке Солтер, но обращают на себя внимание дрожание линии и неравномерность нажима, рваность ритма письма. Наклон букв, их ширина и высота пляшут. Строки сползают вниз или вверх от разграфленных к линии аркуша. Также заметна несвязанность букв и большие расстояния между словами, а поля письма стесненные. Это лишь общие черты, а ведь много-много мелочей, которые мы не будем разбирать здесь. Потому что существует около полсотни факторов почерка, по которым я провел анализ и оглашу лишь результат. Вот результаты анализа почерка на наличие рассеянного склероза у Солтер по методике Веллингем-Джонс. Я точками расставил величину отклонений от нормы на графологической карте Кати Роман. 26 против 6, что у Солтер рассеянный склероз, задевающий ее когнитивные способности, кинестетику и память. Однако память в склерозе задевается лишь в части быстроты и полноты эвакуации на гора информации, а не в части ее наличия или стирания. Многие динамические характеристики из указанных 47 факторов почерка используются и для тестирования деменции. И такие признаки тут присутствуют, но в весьма мягкой форме. Поэтому мой общий вывод таков, с памятью у Солтер, несмотря на ее возраст, не все так плохо, а причины нужно искать не в соматических изменениях, а в психологии. С психологической точки зрения, один грех памяти, номер 6, по классификации Дэна Шектера ярко выражен у Солтер, процитируем. Эгоцентрические искажения памяти отражаются в нескольких взаимосвязанных ее пируэтах, избирательном воспоминании, преувеличении прошлых трудностей, переоценке прошлого себя, которые окружают настоящее я утешительным ореолом позитивных иллюзий. В точку о Солтер. Вот она пишет, как ее вызвали из дома и ночью и в выходные, и все без допоплаты, заметьте. Какая она незаменимая и единственная правая рука хирургов, как в вольной больнице, так и в лечебке зоны. И за труд без высшего образования она получала круглые 250 новых рублей, и это без сверхурочных. Мы все знаем, благодаря письму Юдину и тщеславию Солтер. Эта же черта тщеславия, легко просматривается не только по смыслу письма, но и по форме его начертания, то есть по почерку Пелагея Ивановны. Посмотрите, какая горделивая у нее буква Я. Какая витая буква А. С каким рюшем большая С. Каким томогавком выступает Р. Мелодией разума назвал почерк человека профессор Лурии. Графологи считают, что темперамент и свойства характера находят отражение в этой музыке. Беда, но натуралисты так не думали, считая графологию не наукой. Так было вплоть до нашего века, когда серьезные статистические исследования подтвердили высокую корреляцию между психологическими тестами, например такими как тест Айзека и пятифакторная личностная модель, и графологическими максимами, которым уже много столетий. Тогда встает вопрос к самой психологии, а наука ли она. Лично я использую графологию для начальных подсказок, если подтверждений той или иной черты характера набирается больше трех. А потом ищем подтверждения другими научными методами. Чтобы вы поняли как эта кухня работает, приведу такой пример. Посмотрите лишь на одну букву А. На четырех страницах письма, их больше полсотни. Большинство я выкопировал здесь, пытаясь найти две похожих буквы по начертанию. И не смог, они все существенно разные. Тем не менее есть два категорично разных типа. Одна простая как О и скромная стеснительная палочка рядом, все никак не может прижаться к этой О. Мне видится маленькая пазя, которая учится каллиграфии по прописям и тщательно выводит букву А, прикусив от усердия язык. С тех времен много чего наслоилось в характере Пелагея. За незаслуженное унижение затаилась обида. Затаенность дала скрытность. Тщеславие потребовало самоутверждения. Завышенная самооценка не совпадала с местом и положением в обществе. Тюрьма, потом вольная больница, но санитаркой долгое время. Вновь тюрьма, но к счастью, уже в лечебной части. И все это давало уход, удаление от той детской буквы А, и отображалось в петлях, петлях каната уложенного в бухту. Поэтому при всей скрупулезности, Солтер так и не научилась писать эту новую, не ее букву. Поэтому в ней 80% взрослой, тертой жизнью Пелагеи, и 20% от истинной, маленькой Палази Мурек. Графологи считают такая А характерна для людей скрытных и способных искажать правду. Обманывать да так, что сами верят в этот обман. То есть ее механизм не активный, не ради выгоды, а защитный, ради самоутверждения себя в обществе. Вот сколько петель в А, столько и защитных поясов этой лжи. Тогда Солтер просто изобретает их заново, раз такое множество начертаний буквы А. Вот один из вариантов, а о чем-то похоже на букву Я, которая спереди как будто заслоняется рукой от внешнего мира. Ложь может быть проверяемая или непроверяемая. Обманщики больше всего боятся пойматься на маленькой проверяемой лжи. Она может выдать их систему. Поэтому весьма искусно путают следы правдивым фактажом. В письме Солтера у нас есть два ее утверждения, вполне проверяемых. Первое, что она проработала 54 года операционной сестрой, что невозможно из-за тюрьмы, из-за характера описанных ею процедур, свойственных неправой руке хирурга, а скорее обыкновенной санитарке. 54 года – это весь стаж работы Солтер. Второе искажение истины, зачем-то понадобившееся Марии Ивановне, Прутков переехал в Свердловск и вскоре умер из-за неудачной операции опухоли, говорит она. Возможно, подспудный намек, что и она была под риском, работая с радиоактивными телами. В кавычках, конечно. На самом деле, Прутков умер через 23 года после переезда в Свердловск. Вы можете просмотреть видеозапись интервью Солтер на Ютубе. Интересно, заметите ли вы какие-то сигнальные гюйсики лжи или обмана в ее поведении? Говорят, человек краснеет, клипает глазами, отводит взгляд в сторону, когда лжет. На самом деле, только школьники могут показывать подобные сигналы. Из опроса профессиональных лгунов следует, их раскрывает только пятая часть людей. Неподготовленные люди, непрофессиональное вранье распознают в третьих случаях. Поэтому мы не будем присматриваться, а лучше прислушаемся, как говорит Солтер. И начнем мы с местоимений. Это очень сильный фактор в установлении лжи говорящего. Вот что пишет Джеймс Пеннибейкер по этому поводу. Цитата. Что именно делают местоимения? Какова их роль в разговоре? Они служат для обозначения участия, присутствия или роли говорящего. Человек, который лжет, склонен чаще использовать мы, или вообще использовать предложение без местоимения от первого лица. Что выдает ложь, обезличенная речь. Большинство людей, когда пишут о личных потрясениях, то переживают этот опыт весьма личностно. Они используют такие фразы, как я видел, или я чувствовал. Интересно? Так давайте же посмотрим, что с местоимениями в интервью Солтер. Солтер дважды говорит конкретное я. Я обмывала. Я одевала. Но одевала уже как-то неуверенно. Добавляя для усиления аргумента, что и Прутков одевал. Представляете? Ладно медсестре нечем заняться, как мыть трупы. Так еще и звезда Ивделя, главный хирург ЦБУ, капитан Прутков, переодевает трупы. Сья понятно, а как насчет мы? В том то и дело, что мы тоже связаны только с этими действиями. Мы их обмывали и мы одевали. И скромно добавлено тут, или же, и ложили. А вот эта добавка уже непонятная, она еще мы или уже неопределенно лично, не то мы, не то они. Дело в том, что целая дюжина действий у Солтер встречается, как неопределенно личные акции. В письме Юдину они собраны вообще в одно предложение. Вот цитата. Мертвых осматривали, переодевали в новую одежду, ложили в гробы, заколачивали, и на самолетах увозили в Свердловск. И говорили, что сразу отправляли на кладбище, и хоронили. Плюс три восклицательных знака в качестве усиления аргумента. Вот так работает обман, строго по Пенебекеру. Стоит только Навигу спросить, а кто ложил, как он получает тут же контрольный ответ, не кто, а куда. В Свердловск отправляли. Вот и весь разговор. Шаг влево, шаг вправо, и уже глупота среднего уха. Вот эти глаголы действия, которые употреблены Солтер в огромном количестве, но все без лица, сами по себе. Кроме осматривали в письме Солтер использует пассивную форму с возвратной частицей «ся», туристы осматривались. Тот же профессор Пенебекер в своей статье утверждает, что интенсивное использование глаголов движения, моторики, само по себе является признаком лжи. Обманщикам они кажутся убедительными, ведь их можно жестами изобразить. Так что подразумевала Солтер под неопределенно личными глаголами «все же мы» или «все же они». Может она имела в виду мы не себя лично, а ее больницу. То есть корпоративная мы эквивалентна и я тоже. Мол не нужны лицу. Потому что из контекста, и так понятно, что имеется в виду. Нам же, чтобы понять, нужно подняться на уровень выше, чем контекст фразы. Если ключа к шифру нет, ищи открытый ключ в общекультурном контексте того времени. Урвелл в своей повести о стране утопии написал. У них мир равен война, а война равна миру. А как у нас? Чтобы узнать, давайте заглянем в гугловскую статистику слов в их электронной библиотеке. Гугл за 17 лет отсканировал 50 миллионов титулов, а значит на русском языке около 3 миллионов. О чем чаще книги писали, о войне или о мире, ведь это отражает общественное сознание и возможно коллективное бессознательное. Просмотрим по годам издания книг. Сначала о войне мы любили поговорить больше, чем о мире. О Первой мировой войне писатели заговорили на 4 года раньше ее наступления. Чистота слова «война» нарастает стремительно. Слово «мир» проснулось из спячки, когда уже война началась и мирные тенденции нарастали с помощью Ленина и большевиков, мир хатам, война дворцам и прочее. Слово «война» успокоилось с Брестским миром, а мир все нарастал вплоть до конца гражданской. Итак, мир был на языке аж до 1922-го, пока и гражданскую войну не закончили. Стало некогда писать ни о войне, ни о мире вплоть до 1935-го, когда слово «мир» первое поняло, что тут что-то не так, и скоро будет война. Может заговорили о принуждении к миру агрессора, и поэтому возросла частота и вес слова «мир». Так или иначе, но слово «война» отстало в своем росте на пару лет. Удивительно, но после войны слово «мир» не сошло со страниц, а осталось на том же высоком уровне. Цена победы была дорогой, долго еще издавали книги о ней. Да и разрядка требовала именно таких слов. Тогда нам нужно посмотреть, как эти тенденции отражались в немецкой культуре. Видим отличия. Немцы любили поговорить о войне и мире сначала симметрично на равных. И у них Первая мировая была предсказана общественным сознанием за 4 года. Резкий всплеск слова «война», и так оно осталось все время превышая слово «мир» в 2-3 раза. Фактически сразу после прихода Гитлера к власти заговорили одновременно, и о войне, и о мире, аншлюсе и прочая, тенденция нарастала симметрично, но на отрыв слова «война» пошло в 1936 году. Обратите внимание, как агрессия куда-то испарилась в 1944 и стала падать, но остановилась, не достигнув даже до гитлеровского уровня. Разрядка немцев была с точностью да наоборот, о войне писалось больше в 3 раза чем о мире. Вернемся к Солтер и посмотрим, как коллективные формы боролись с индивидуализмом в литературе. Сравним частоту использования местоимения «я». Мы и они, что в 1959, что в 2008, оба слова «мы» и они использовались одинаково часто. А вот с начала века коллективизм, слово «мы» пошли на отрыв, что связано с ростом сначала капитализма, а потом и социализма, то есть коллективных форм труда. Заметьте, что индивидуализм, слово «я» просыпался и был в почете во времена войн и в эпоху неба. Видимо, командование массами людей, я сказал, героизм «я пойду», и предприимчивость «я сделаю», требует высоких индивидуальных качеств. К слову, о роли личности и народа в истории. Так что же Солтер имела под неопределенно личным, мы или они? Скорее всего, это было корпоративное «мы», так как единственное преимущество слова «мы» проявляется в эпоху, когда она училась в школе. Это 30-е годы. Классические признаки обмана в интервью Солтер 2008 года. 1. Пелагея Ивановна отлично оперирует словами «да». И нет. Счет 6-5 в пользу «нет», а это означает, что с памятью у нее все хорошо. 2. В то же время она все время жалуется на память, это одна из уловок обманщиков, тут помню, тут не помню. 3. На вопрос требующего конкретного «да». Или нет, она отвечает отвлеченным предложением. 4. Наоборот на вопрос, требующего расширенного ответа, отвечает односложно. Да или нет. 5. Солтер в интервью 8 раз говорит частицу «ну», маленькое слово «паразит», которое в списке на детекцию лжи. 6. Отвечать вопросом на вопрос, это также стандартная тактика обмана. Солтер применяет ее дважды. 7. Солтер отвечает на другой вопрос, чем спрашивают. Спрашивают «кто», она отвечает «куда». Спрашивают «какую», отвечают глаголом. 8. Контратакует вопрошающего обвинением в том, чего он не делал. Тактика перевода атакующего в защитную позицию. Интервьюер спрашивает, а помните ли вы? Она отвечает, а вы говорите не помните, мол я все помню. Хотя минутой раньше жаловалась на память, знала бы, что спрашивать будете, записала бы. 9. Переключение внимания вопрошающего перескоком на другую тему. Но вопрошающий сам поперескакивать готов. Результат, не дожато много важных вопросов. 10. Избегает исключающих слов, кроме «но», «без», и тому подобных в сомнительных утверждениях. Этот фактор замечен как значимый в речах записных лгунов. Но он хуже работает из-за его отсутствующего присутствия. 11. Местоимения от первого лица. Я, мне. Редко используются, а заменяются на «мы» или вообще, на безличностные предложения. 12. Частое использование глаголов движения. Обмывали, ложили и тому подобное. Дюжина таких слов многократно повторяются, как в письме Юдину, так и в интервью через два года. И главное, чаще всего они используются в неопределенно личных предложениях. Три последних фактора являются наиболее значимыми в статистической модели Ньюмана Пенебейкера. Модель распознает ложь в речах людей с точностью 65%, в то время как неподготовленные эксперты распознавали ложь с точностью всего 30%. Интересно, что профессиональные лгуны утверждают, что их раскалывают лишь в 20% случаев. То есть интуиция на ложь, включая жесты и визуальные ерзань и лжецов, тут не работают. Статистические модели знаний здесь более эффективны. Мы подошли к кульминации нашего анализа удивительного феномена Солтер. А именно, к вопросу. Если мы обнаружили так множество признаков обмана со стороны нашей санитарки Солтер, то почему многие блогеры и их зрители с таким пиететом и доверием относятся к ее свидетельствам? И при этом с огромным недоверием относятся к свидетельствам Каратаева, которого прямо называют лгуном. Здесь несколько причин. 1. Сами блогеры, которые выстроили свои версии о второй группе исключительно на текстах медсестры Солтер. 2. Сказочно-сумрачное сознание зрителей, которые рады верить блогерам из пункта 1. 3. И это самый важный пункт, Солтер не лгала. Да, да, вы не ослышались. Она не обманывала, она самообманывала. С возвратной частицейся. Согласно исследованиям эволюционного биолога и психолога Роберта Триверса, лгунов еще можно распознать по внешним визуальным ужинкам, а вот самообманутых нет. И многие люди им верят, потому что выглядят они искренними, респектабельными и честными. Потому что они настолько глубоко загнали свою ложь на подкорку, что искренне в нее верят. А вот Каратаев не врет в главном, но преувеличивает свою значимость, вуалирует наличие следствия до следствия, слишком тонко намекает, пытается не договаривать. И все это сознательно, в отличие от Солтер, которая лукавит неосознанно. Поэтому мы интуитивно распознаем эти ужинки Каратаева, но не понимая их цель, говорим, он врет. А вот правую руку всех хирургов и в деле санитарку Солтер называем честнейшей женщиной. Хорошо. Солтер сама обманывалась, поэтому реальные слухи, которые циркулировали вокруг доставки группы туристов в морг ее больницы и слухи прикрытия намеренно распространенные спецорганами о покупке одежды, переодевании, возложении в гробы и отправке в Свердловск, все это она приписала своему непосредственному участию. Изначально она пошла еще дальше, и в поезде говорила, что видела туристов живыми перед выходом в поход. Так ей была важна полнота ее причастности к такой известной группе дятловцев. В 2008-м муж недоумевает, где Солтер их могла видеть, и допускает, разве что, на остановке автобуса. Но Солтер уже молчит на Вигу об этом факте, как рыба об лед. Откуда же, откуда произрастают корни этого самообмана Солтер? Существуют три основные причины, приводящие к защитному механизму самообмана. Первое, прошлый стресс. Второе, прошлое оскорбление, приведшее к чувству обиды. Третье, противоречие между самооценкой, часто завышенной, и реальным местом в социуме. Все эти неприятные для нашего сознания причины приводят к вытеснению воспоминаний о них в подсознании и выработке защитного механизма реакции в виде лжи или преувеличения своей значимости. У Солтер такой стресс в жизни был, арест в возрасте 30 лет, допросы, трибунал с неизвестным исходом, вердикт, пять лет лагерей, по факту отбытые три года в зоне. Конечно, такой опыт вырабатывает скрытность и держание язык за зубами, чтобы не угодить туда уже повторно на полную катушку. Но кроме этого стресса в свои молодые 30 лет, в почерке Солтер проявляется, а в ее воспоминаниях нет-нет да и проскакивает чувство обиды. Не только за ту несправедливость и унижение, которое пришлось испытать в начале 50-х, а еще за ее личную недооцененность. Долгое время она работала в Ивделе санитаркой, хотя чувствовала себя как минимум операционной сестрой. Это отразилось в ее маленькой лжи. «Я 54 года проработала оперсестрой», — говорит Солтер. И как не обидеться в тот момент в морге, когда ее правую руку Пруткова, его доверенное лицо, берут и прямо пинком выставляют из морга. Так она себе это видит. Дальше труд, работа, переход в санчасть зоны, отличная зарплата и доплата, но потом вдруг пенсия, резкая невостребованность, а накопленные деньги за 40 лет тяжелого труда на Урале превратились в пыль. Опять обида и недооцененность. И вот журналисты в поезде интересуются дятловцами, а ведь их привозили в начале февраля к ним в больницу, она точно помнит. Что-то не так описано в книге Матвеевой, но это не важно. Так начался ее маленький, но звездный час. Письма. Внимание центральной прессы, визиты и интервью исследователей. Вот два примера из интервью Солтер, как работает защитный механизм самообмана, делая такую категорию обманщиков нераскрываемой без надлежащего опыта. Пример первый. Солтер говорит в своем стиле, неопределенно и обезличенно, одежду покупали и их ложили в гробы. На вид не выдерживает и спрашивает, а кто ложил. Вместо ответа на вопрос «Кто?», Солтер отвечает «Куда?». Гробы отправляли в Свердловск. Когда вы наблюдаете глухоту к вашим вопросам пожилых людей, это не обязательно физиологическая глухота, а психологическая. Пример второй. Солтер так часто повторяла, что она обмывала трупы, что ее муж не выдерживает и задает логичный вопрос, а санитаров не было, которые обмывали. Предполагается ответ «Нет, потому что я была санитаркой». Или в продолжение самообмана. «Нет, дорогой, их всех расстреляли». Но нет, Пелагея Ивановна, не моргнув глазом, повторяет «Для тех, кто в танке». «Я их обмывала». Свидетельство Солтер демонстрирует много сигналов о неправдивости ее речи. Тем не менее, зная причину этой лжеперекрестной свидетельства других фигурантов, жены Пруткова и следователя Каратаева, можем заключить. 1. В ЦБУН-240 была доставлена группа Дятлова в полном составе, и может быть, еще несколько пострадавших. 2. В морге ЦБУ они были осмотрены хирургом Прутковым и, возможно, подшиты для подготовки к инсценировке. 3. Солтер очень мало контактировала с трупами и была скорее всего только при приеме первой тройки, после чего ее отстранили. 4. Шоковое впечатление Солтера от лиц, как у мертвых связано с несоответствием внешнего вида тел, а не только лиц с объявленной причиной смерти от замерзания. В частности, причину смерти могло выдавать состояние зрачков. 5. Я заметил, что за годы копаний в уголовном деле, детловеды проанализировали вдоль и поперек текста УД, воспоминания и свидетельства других людей, поисковиков, следователей, пилотов и так далее. 6. Но именно проанализировали, то есть разобрали по косточкам, до основания, а затем, а затем стоп-машина. 7. Дальше за анализом должен следовать синтез. 8. А синтез требует немного другого качества ума. 9. Нужно взять битые кирпичи, оставшиеся от анализа и сложить из них строение, да так, чтобы оно не просто не падало под воздействием гравитации, но еще и служило определенным целям. 9. Один говорит дом, другой говорит крепость, а вместе будет мой дом, моя крепость. 10. В прямом и переносном. Следовательно синтез это три единства, кирпичей, инструментов и целей. 10. В данном случае, давайте проведем синтез имеющихся данных от двух свидетелей, Каратаева и Солтер. 11. Итак, имеем двух хирургов, Ганса от Каратаева и Пруткова от Солтер. 12. Обоих нет фуда. Солтер не знает Ганса, Каратаев не помнит Пруткова. 12. Солтер настаивает на лишь наружном осмотре туристов Прутковом, а Каратаев уверен, что Ганс делал вскрытие. 13. Теперь синтезируем их показания, Солтер и Каратаева. 14. Не две разные группы было, что проще только думать, но труднее стольких безымянных людей найти. 15. Нет, одна и та же группа была, но сначала она была в морге, где работали Солтер и Прутков, а потом ее переместили в морг санчасти закрытой зоны Евдельлага, это фактически через забор от предыдущего морга, 15. Где группу уже приняли Каратаев с Гансом. 15. Прутков проводил наружный осмотр группы, сортировал тело туристов на тяжелых, и с легкими повреждениями. 16. Потом пришло распоряжение направить трупы на вскрытие, начиная с тяжелых, но лучше это делать в морге зоны для уменьшения огласки, там есть санитары, зэки с длительным сроком заключения. 16. Утечка все равно была. 16. Сюникаев, солдат конвойной части вспоминает, что зэки говорили их убили, а вы не там ищите. 16. А зэки-санитары кое-что слышали при вскрытии Гансом, который аж вскрикивал, когда находил новые травмы дятловцев. 16. Так говорит Каратаев. 16. Ганс, видный судмедэксперт из Свердловска. 16. Раз был задействован Ганс, значит Каратаев уже эскалировал убийство на высший уровень. 16. Область прислала Ганса, чтобы решить что делать дальше с этим происшествием. 16. Целью Ганса было установить реальную причину смерти и возможные доказательства вины Манси. 16. Огласка в Москву этого ЧП, сами похороны могли привести к волнениям в стратегически важном городе Союза, а значит дорого обойтись главе области Киеленко. 16. Не то что Президиума ЦК ему не видать, как свои пять пальцев, а целину подымать придется в отсталом колхозе. 16. Вообще, вскрытие длительная процедура. И по-хорошему на всю группу нужно было 3-4 дня. 17. Но Ганс успел вскрыть только четверых, как со Свердловска пришло распоряжение сворачивать вскрытие, трупы подшить и вернуть на перевал для инсценировки. 17. С неизбежностью такой синтез дает важный вывод, почему часть группы, и поименно именно эта часть, оказалась в ручье. 18. Основной вопрос, который гипнотизирует исследователей трагедии перевала Дятлова, это почему четверка оказалась так глубоко зарыта под снег и сброшена в ручей. 18. Типично объясняют так, это из-за травм дятловцев, которые нужно было скрыть инсценировщикам, а поэтому нужно было время, чтобы эти травмы были скрыты тлением. 18. Как известно, четверку хоронили в закрытых гробах, да и ажиотажа уже никакого не было при их похоронах в мае. 19. Я согласен с этим, но вот беда, один турист из четверки не очень вписывается в эту стройную гипотезу. 19. Это Колеватов. У него, если верить у да, только повязка на ноге, синяк на скуле, и точечная рана за ухом. 19. Что-что, а такую травму могли легко скрыть и положить его под кедр или в лощину, даже узины травмы были похлеще, не говоря уже о слободине. 20. А фокус в том, что я считаю, Ганс успел таки вскрыть Колеватова в десятых числах февраля. 21. И если бы его нашли поисковики, могли бы заметить следы вскрытия, особенно после сползания кожи. 21. Заметьте, практически у всех тел в ручье были головные уборы либо капюшоны на голове. 22. Дело в том, что нужно было скрыть следы трепанации черепа, поэтому поисковиков и не допустили к поднятию тел. 23. Поднимали их, сам Артюков, Неволин и офицеры конвойной части Евдельлага, в общем доверенные люди. 23. И тут я слышу верничание некоторых моих ценителей. 24. Что ж это получается, возрожденный второй раз уже после Ганса вскрывал эту четверку из ручья. 24. Нет, не вскрывал. Незачем ему это делать, достаточно взять заключение Ганса и переписать его, обновив соответствующие части. 25. При всей ненадежности свидетеля Солтер из-за возрастных склероз и психологических проблем, самообман, можно с достаточной уверенностью сделать такие выводы. 1. В начале февраля в морг вольной больницы части Н-240 МВД за несколько дней свезли всю группу Дятлова. 2. В морге этой больницы они пробыли около недели. 3. После разморозки и смытия грязи и крови с одежды, они осматривались хирургом Прутковым в присутствии некоего военного, скорее всего полковника КГБ. 4. Целью наружного осмотра Прутковым было определить степень их повреждения, и что делать с телами дальше, вскрывать тут или везти в Свердловск. 5. Наиболее пострадавшая часть из них, 4 человека переместили в морг зоны, где было произведено вскрытие медэкспертом Гансом, вызванного из Свердловского СМБ. 6. В течение наружного осмотра, последующего вскрытия четверки тел было принято решение, возвращать КТН-перевал для инсценировки. Для этого нужно было привести в порядок некоторые из трупов и скрыть следы вскрытия. 7. Как результат такой предподготовки, группу разбили на две категории, один – тех, которые имели наименьшие визуальные повреждения и не вскрывались, и два – те, которые вскрывались, и это могло быть обнаружено поисковиками. Поэтому Артюков и Неволин были инструктированы о недопущении студентов к подъему четверки в ручье. 8. Та часть погибших, которая прошла аутопсию, умышленно была размещена в русле для ускорения распада и тем самым сокрытия следов, не только увечий, но и самого вскрытия. Что ж, после выяснения всех нюансов, связанных с инсценировкой и двойным следствием от 2 до 6 и 26 февраля, мы находимся на прямой видимости к полной версии происходящего. С вами был Михаил Бутов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok